Сила обороны Украины продолжает отбивать атаки российских войск вдоль всей линии фронта. Всего на протяжении суток на передовой произошло 42 боевых столкновения, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Враг нанес два ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые гражданские. В результате разрушения и повреждения получили частные жилые дома, больницы и другая гражданская инфраструктура. Из ежедневной сводки Генерального штаба Украины. Самые мощные штурмы были на Марьинском, Запорожском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Их захватчики атакуют интенсивнее всего в надежде сломить украинские укрепрайоны. Впрочем, наталкиваются на стойку оборону и несут большие потери, отмечу от Генштабе. Враг все время штурмует Марьинку, Авдеевку, несет значительные потери, но прет вперед. Пытается взять или до конца года, или есть какой-то другой срок. Я считаю, что по количеству атак, по давлению на наши подразделения, крайний месяц этого года самый тяжелый. Александр Штупун. Спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврийского направления. В эфире телемарафона «Еды не новыны». Также армия Российской Федерации, который день безуспешно пыталась вытеснить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра в Херсонской области. И если ранее оккупационные силы задействовали в таких операциях тяжелую технику, то сейчас штурмы происходят без поддержки бронированными машинами. Наше присутствие там есть, сообщения с противоположным берегом у нас есть. Удерживать эти позиции невероятно сложно. В нашем направлении выдвигаются пешие группы, пехотные, так скажем, штурмовые группы, которые пытаются выбивать наши позиции на левом берегу. И очевидная экономия бронетехники просматривается. На Таврийском направлении за минувшие сутки примерно два десятка захватчиков сдались в плен украинским военным. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврий Александр Тарнавский. Вместе с тем, по его словам, российские оккупанты продолжают активные пехотные атаки при поддержке значительного количества бронетехники. На Купинском направлении россияне штурмовали Синьковку. Силы обороны Украины отбили атаку и ликвидировали три десятка российских солдат. Еще десять получили ранения, сообщил командующий восточной группировкой войск Александр Сырский. Общие потери армии Российской Федерации с 24 февраля прошлого года достигли 356 тысяч 670 солдат. За прошедшие сутки ликвидированы 920 российских оккупантов. Вместе с живой силой украинские военные уничтожают и технику противника. Сегодня силы обороны Украины подбили 27 танков, 42 боевые бронемашины, 15 артиллерийских систем и по одной системе ПВО и РСЗО. Еще под прицел украинских военных попали 32 беспилотника и уничтожено 47 единиц автомобильной и специальной техники цистерн с топливом.